Как работает вообще Тарон? Ну вот изначально, когда я делаю расклад, я сонастраиваюсь на конкретную тематику. То есть есть одна тема, и я, чтобы сделать расклад, я сонастраиваюсь с этой темой. Изначально, когда озвучена тема, приходят те люди, кому эта тема интересна. Если эта тема не интересна, ее смотреть не будет. Значит, уже изначально у человека есть какие-то триггеры. Кстати, в Кире пояснить, как он там называется-то, пост, где я говорила про триггеры, потому что неоднократно замечала, когда я пишу, мне совсем улавливается тот посыл, который я вкладываю. Скорее всего, голосом проще дорассказать, дорожевать, да объяснить. Так вот, изначально уже приходят те люди, которым интересна данная тематика. Вот, например, если мне тематика детей неинтересна, я ее смотреть не буду, поэтому расклады, все, что связано, например, с детьми, когда вы изберемените, либо когда у вас будет ребенок, кто у вас там родится, все такое, я туда не пойду. Эти расклады я пропускаю. Значит, такого триггера внутри меня, такой информации внутри меня нет, запроса такого нет. Значит, вы приходите на тот запрос, который у вас есть. Если вы приходите, у вас уже есть некий опыт на данную тематику, то есть некая модель. И вот когда вы начинаете слушать модель, то есть тот запрос, с которым вы приходите, вот я хочу разобраться, тема мне подходит, и вы садитесь слушать расклад. Дальше, что получается? Вы не можете полностью быть сконцентрированы, сфокусированы на всем раскладе от А до Я. То есть вот там, например, вот у меня 40 минут, например, ваша позиция. Вы все эти 40 минут не можете быть сфокусированным. Вы слушаете исключительно то, что ваш мозг воспринимает. Ну вот, например, если вы разговариваете по-русски, вы понимаете только русскую речь. Если бы я разговаривала, например, на греческом, вы бы не понимали, поэтому вы это не улавливаете. Так вот, в вашем мозге есть такие настройки. Как я их называла, да, триггеры, то есть ключевые слова, которые во время расклада, когда вы слушаете, да, вот вы даже можете обратить внимание, если вы будете сконцентрированы слушать каждое слово, вы очень быстро устанете. Вы слушаете, и вы выхватываете, точно так же, как вы читаете книгу, это не только втором, и вы выхватываете какие-то моменты из того, о чем я говорю, то есть то, что вам знакомо. Если я говорю, например, там, как сказать, слово «работа», а вы на данном этапе работаете, да, у вас есть работа, вы это слово заметите. То есть здесь вопрос внимания и концентрации. Если вы не работаете, и я вам буду говорить, например, что обращайте внимание на свою работу, вы услышите не слово «работа», а вы можете сфокусироваться на слово «внимание», либо вообще пропустите это предложение. То есть в этот момент вы можете чихнуть, к примеру, отвернуться, там что-то вас отвлекло, и вы это предложение пропускаете. И мозг нас, когда вы слушаете расклад, он вычленяет то, что ему необходимо, и он на этом фокусируется, он на этом концентрируется. Это один момент. Второй момент. Когда я передаю информацию, я стараюсь использовать некие метафоры. Безусловно, я передаю состояние, но я передаю вам метафоры. И говорю, например, ну вот, даже сейчас вы можете проэкспериментировать, да, я вам говорю, вот представьте себе квадрат. Слово «знакомо». Если я буду спрашивать у вас сейчас, я вам отвечу на комментарий, просто докончу мысль. Если я вас буду спрашивать сейчас, какой квадрат вы себе представили? Я не сказала ни цвет, ни размеров. Я в своей голове держу вот такой вот маленький квадратик, как пиксель. Для кого-то вот такой вот квадрат, для кого-то он может быть сразу желтый, для кого-то он представляется трехмерный. То есть у вас сразу включается ваше представление, исходя из вашего опыта. Поэтому, когда я говорю, а поскольку у нас, в принципе, сценариев по жизни не так много, потому что мы воспитывались примерно в одном окружении, в одном пространстве. И у нас родители были схожи примерно. Поэтому наши сценарии и модели поведения, в тех которых мы росли, они примерно аналогичны. И поэтому у нас у каждого опыт одинаковый. Примерно. Примерно. Я не говорю, что это так. То есть в дальнейшем, если человек работает над собой, он меняет свою модель поведения, если он это делает осознанно. Безусловно, у нас очень много автоматов, но если он делает это осознанно, он может себя изменить. Он может вырасти из того пространства, в котором он находился, из своего круга общения. Так вот, когда вы слушаете, я показываю вам визуально, создаю картинку ситуации, привожу вам некие примеры, а вы их примеряете на себя. И иногда бывает так, что вы даже, если почитаете комментарии, кто-то пишет, я прослезился, меня там зацепило, кто-то, например, улыбнулся. Вот эти все реакции, эмоции, они на какие-то конкретные слова, они не на весь расклад, они на какие-то конкретные слова. Почему? Потому что человек услышал, например, босое детство, либо голодное детство. У него вопс сразу, это слово триггер, оно его сразу зацепило, и он начинает вспоминать. И у каждого, поскольку это был период времени, примерно 50-60 лет, вот это вот, в кавычках, скажем, нищета, особенно те люди, которые родились после военной времени, когда еще успели вот эти вот талончики, купончики и все такое, то им это знакомо. И у каждого будет, как это сказать, свое бедное детство. То есть примерно оно одинаковое у всех. Я не говорю, я же не описываю конкретно, точно, прям до мелочей, до деталей ситуацию. И поэтому вот в той картинке, в которой я рисую, человек вычленяет для себя что-то свое, что ему подходит. И на основе этого, опять-таки, то, что спрашивала Ксения, у нас есть, как описывает Курпатов, дефолт-система. Но она так, в принципе, не называется, это он ее так называет. Это некая такая сеть каких-то частей, коры нашего мозга, то есть это не одна какая-то часть, а это несколько, каждая отвечает за свое. И вот, чтобы вам проще объяснить, как это работает, собирается какая-то информация, и дальше она дорисовывается, доработает, доинтерпретируется, исходя из прошлого нашего опыта. И вот это вот то, что я написала в комментарии, Ксении, о том, что есть некие триггеры, это вот ключевые слова, которые нас зацепили. Мы это услышали, мы не услышали дальше, мы поняли так, как мы поняли чисто субъективно, а дальше наш мозг, исходя из нашего опыта, он начинает дорисовывать всю оставшуюся картинку. То есть если я сказала, например, квадрат, это не факт, что вот вы остановились на квадратике, вы начали там дорисовывать, я про это не говорила, там цветы, да, может быть, цвет, может быть, там представили, даже дальше пошли, представили в виде стола, на столе уже там ваза появилась, я этого не говорила, но мозг это дорисовал, к примеру. И вот так вот у нас работает. Кстати, с этой стороны у нас вот это вот искажение, иллюзия, это и показана иллюзия, у каждого она своя, поэтому мы говорим, что мир у каждого человека, он субъективный, поэтому он иллюзорный. Иллюзорный, то есть квадрат, это может быть факт, но интерпретация этого квадрата у каждого человека своя. И вот эта вот интерпретация, это и есть наше убеждение, это мысли, в которые мы верим, которые мы используем на автомате, не проверяя. И исходя из этого получается, что когда вы слушаете информацию, каждый ее понимает по-своему.